итак у нас задача поменять ремень грм на шкоде octavia тур 19tdi это двигатель агр самый простой с насосом тнвд менять будем на комплект не просто ремень а конечно комплект вместе со всеми роликами в этом комплекте нет помпы посмотрим в каком она состоянии неизвестно менялась или нет заодно и посмотрим здесь есть все ролики два таких паразитных два больших комплект крепежей для этих всех роликов соответственно будем их менять комплект хорошего качества это ino в принципе его можно рекомендовать как оригинал в общем-то ino сама не производит никаких комплектующих но используют комплектующие как в оригинале что для этого нужно начнем и конечно с того с подготовки подготовка будет состоять в том чтобы как можно лучше добраться к ремню здесь находится под защитой но это непростая задача необходимо будет поменять снять патрубки снять бачки снять подушку крепления двигателя для этого нужно будет поддомкратить под поддон ну и будем снимать и ремень генератора поэтому с чего начнем начнем с того что поснимаем патрубки будем их вынимать приступим и так для того чтобы снять вот этот патрубок используйте инструмент я пользуюсь вот такими вот попугайчиками очень удобно приезжали сняли плоскогубцы не достают захватить а здесь я могу больше сделать сколько нужно собственно и все теперь просто снимаем патрубок единственное что его нужно обезопасить чтобы туда ничего не попадало закрывать нужно или положите в такое место но сюда может задувать пыль или вот сюда можно задувать поэтому ветошь и закрывайте все отверстия ветошью теперь нужно еще вот это снять этот патрубок здесь смотрите в самом низу такие же вот такой же хомут его правда неудобно достать если не достанете придется снимать фару и через фару хомут снимать поэтому а если он видимости и сможете достать продолжаем так и все-таки смог подлезть и зажать здесь хотя на вот эту не смог она стояла в сторону фары а вот сюда смог плоскогубцами вытащить но не знаю и вытащил вот через но смогу ли назад поставить так или придется все-таки пару снимать посмотрим что дальше дальше у нас можем крышку вот эту вот здесь по моему 4 защелки ну и в принципе к самому римню то мы добрались и он в неплохом состоянии сейчас будем смотреть что самим ремнем ну и если посмотреть туда ниже то можно будет увидеть помпу и посмотреть в каком состоянии помпа не протекает но честно говоря ремень в таком состоянии как новый буду сейчас наверно принимать решение может быть даже откажусь пока от замены почему потому что смотрю что есть тут у него ступись 160 тысяч сейчас есть метки допустим на тнвд шестерня кто-то уже метку ставим покажу вам вот вот метка маркером значит теоретически он менялся но сейчас буду принимать решение наверное надо было раньше снять посмотреть для того чтобы принять решение не покупать дорогой набор но сейчас буду смотреть теперь переходим к тому чтобы снять ремень навесного оборудования здесь генератор здесь гидроусилитель здесь компрессор если у кого-то есть кондиционер ну и натяжитель чтобы его было легче снять ну и вообще мы переходим сюда колесо у нас уже снято под домкрачено нужно будет снять еще кожух не кожух защиту поддона как я поставил машину на то колесо поставил на возвышенность здесь под домкратил поставил на пенек для безопасности значит снимаем патрубок турбины для этого этот нижний патрубок он одним концом там заводится к турбине а вторым концом к интерколеру вот здесь вот есть гаечка которую нужно открутить на 10 ключиком откручивается и теперь уже хомутами держится здесь к интерколеру снимать хомуты вы уже знаете тут ничего сложного просто берем зажимаем и отодвигаем и отодвигаем хомут если хомут отодвинут то патрубок уже теперь сам отойдет это возможно и патрубок сюда сейчас снимем так теперь переходим под низ у нас необходимо снять поддон для того чтобы снять поддон есть у него тут впереди болты причем обратите внимание что они на 16 здесь есть звездочка внутри и здесь на 16 с одной стороны и на той стороне тоже самое такой же на 16 болт откручиваем ну и еще три скобы здесь в конце 1 2 3 эти скобы у меня они откручиваются ну или нужно их развернуть ну и еще нужно боковые вот здесь вот по краю открутить вот эти шурупы чтобы боковую защиту снять просто шурупы обыкновенной крестовой отверткой откручиваем и чтобы боковая защита останется с этой стороны мы боковую защиту снимать не будем она остается с другой стороны ее нужно снять но у меня уже была снята я ее ремонтировал нужно будет ее поставить защиту ремня ну и таким образом обратите внимание поддон если он у вас металлический то он тяжелый нужно что-то подкладывать сюда потому что одному если одному невозможно и удерживать и крутить что-то подкладывайте опускаете и на него чтобы не держать на весу толщина поддона но около трех миллиметров тяжело значит ремень легче всего снимать снизу почему но одному в всяком случае почему потому что вот тот натяжной ролик вот он который вот этим рычагом нажимается там есть у него гайка но болт на 16 если за него крутить это нужно или накидной но я буду использовать разводной ключ если его надеть и крутить то ослабляется ремень но а крутить легче всего снизу с какой-нибудь совсем или с ямы у меня это не яма сейчас попробую вам показать как это будет значит вот ремень надеваем на натяжную гайку натяжная гайка натяжная гайка если ее правильно схватить и крутить то сразу же так я схватил сейчас секунду значит если его схватить и вот таким образом оттягивать то сразу же попускается ремень вот так вот вот он запомните как он надевался важно будет через несколько роликов переходит все теперь можем скидывать этот поликлиновый ремень как мы ремень сняли продолжаем дальше нужно освобождать здесь место для того чтобы откручивать подушку крепление двигателя она как раз посредине внутри ремня заходит поэтому ее нужно будет снять перед этим будем подваживать подставлять под поддон домкрат но это уже потом сначала нужно освободить место под здесь внизу есть крепление откручиваем бачок для жидкости гидроусилителя руля вот здесь одно крепление под шестигранник откручиваем и стараемся его как-то в сторону убрать в принципе он может и здесь стоять потому что мы так то вот этот болт будем откручивать то следующий тут нужно будет еще бачок омывающей жидкости не это охлаждающей жидкости два винта под крестовую отвертку откручиваем и вот там будет еще один болт и потом отодвигаем вот здесь еще два болта нужно будет открутить ну но для того чтобы ну собственно пока этого достаточно я решил что перемещу вообще эти два бачка на эту сторону чтобы они мне не мешали для этого я сейчас я снял вот фишку электрическую отсюда просто там нажимаете на вот эти вот два флажка и она снимается и теперь они тут вместе скреплены вместе переносим на эту сторону но для того чтобы вот нужно освободить здесь есть защелка нужно ее отверточкой отщелкнуть вот так и эти два шланга освобождаются они становятся длиннее и тут мы можем дальше перекинуть все вместе вот под этими шлангами сюда в принципе мы можем шланги отсоединить здесь но тогда придется и это вы можете сделать безопасно но топливо уйдет в шкоде октавия нет подкачивающего насоса топливо идет придется сторонним насосом подкачать в тнвд топливо иначе он так сам не про не закачать ну сейчас все переносим сюда и так мне удалось перетянуть все на эту сторону тут освободилось пространство для того чтобы вытянуть весь этот блок блок крепежа это подушка крепежа двигателя значит у меня есть вот здесь такая скоба который крепит крылок на 13 сама подушка крепится на 16 и вот кронштейн который тут кронштейн который крепится к двигателю из двух частей состоит крепится к двигателю и вот такой палец который в подушку заходит он держит это на 18 поэтому берем себе те ключи которые нужны значит 18 здесь просто пока срываем затем будем затем будем уже окончательно их откручивать но как я вам сказал прежде чем откручивать нужно обязательно это было 18 теперь на 16 сама подушка обязательно нужно поставить двигатель под банкрот но более того еще желательно зафиксировать двигатель не только чтобы он не падал вниз но и не ушел в сторону кузова то есть необходимо проставочку чтобы он не начал вот так вот двигаться нужно проставочку от кузова поставить на всякий случай если двигатель тяжелый 1.9 может катнуться и что-то что-то нарушит ну собственно все здесь я тоже уже открутил ну а теперь вот эту проставку ее можем откручивать сразу она не несет никакой нагрузки просто усилитель кузова кузова от перемещения так сторонку эти болты в сторонку что теперь теперь работаем с поддоном подставляем что-то под поддон с домкратом и так вот в таком виде под домкратом стоит под под поддоном стоит домкрат через брусок через резинку значит добиваемся поднимаем так чтобы при ослаблении вот оно могло так свободно ходить не было не тянуло вниз если нужно можно немножко еще подтянуть под поднять для того чтобы он точно свободно здесь ходил все когда он свободно ходит в таком случае можно его теперь уже откручивать чтобы резьбу не повредить ну и чтобы он заведомо хорошо стоял сейчас он заведомо хорошо стоит все откручиваем все болты вынимаю итак я болты подкручивал теперь гамузом снимаем смотрим состояние туда-сюда нажимаем и смотрим не появляются ли какие-то трещины в резинке в подушке как бы теоретически но в неплохом состоянии еще поработает с подушкой все понятно для того чтобы дальше идти необходимо открутить и следующую часть крепежа именно вот этого крепежа здесь есть еще два болта 1 2 и откручиваем этот крепеж потому что видите он обхватывает с двух сторон так этот кронштейн держится на трех болтах один здесь второй вот здесь и здесь вот он самый трудный здесь даже через карданный переходник пришлось поднять двигатель чтобы он был выше корпуса и но очень неудобно и один из под низу еще болт откручивается самый трудный именно вот этот специально хотел показать но кроме как через кардан длинный переходник но ничем не мог открутить сначала подлез без кардана сорвал как-то умудрился ну а потом уже карданом потихонечку откручиваем итак следующим этапом у нас это откручивание этих болтов значит важно что откручивание начинаем через просто необходимо сделать несколько вот таких шагов для чего для того чтобы но не сорвать шлицы без фанатизма я покажу в принципе я их уже с рвом поэтому они у меня затянута не сильно но хочу вам сказать что они то но не так уж сильно затянута но на таком кажется что может и на грани быть мы было страшно сорвать шлицы это 12-гранная головка на 10 думал что сорвал значит для какой цели мы это делаем для того чтобы добраться до ремня нужно снять вот эту внешнюю внешний шкив который приводит поликлиновый ремен генератора снимаем хорошее место ну а эта штука снимается просто значит следующим этапом дальше мы сможем головкой на 19 12 гранной головка на 19 12 гранная дальше мы можем и и вращать этот шкив для того чтобы выставить по меткам если это вам нужно я вам покажу как менять если вы просто меняете ремень ставите вот все в порядке вам ничего не нужно регулировать то просто запомните метками как оно стояло и точно так же ставьте вам не нужно добиваться чего-то выставлять какие-то углы поставьте как было заметили и поставили но это я дальше покажу сейчас мы откручиваем винты болты их тут пять два потом там третий тут что-то одного не вижу должен быть вот здесь один и вот там еще выше все откручиваем снимаем вот эту крышку и дальше посмотрим что делать так ну я открутил эти болты и теперь это защита из двух частей у меня состоит и теперь нужно посмотреть в каком все состоянии в принципе мне кажется что можно было пока помпу и не менять не вижу я подтеканий на помпе но это будет видно это будет видно когда я сниму ремень чем я сейчас займусь вот не верьте тому кто говорит что для того чтобы поменять ремень нужно я вот здесь вот поставил поставил в прорезь в определенном положении вставляется туда аж вот этот можно сверло на 5 вставляется аж туда в определенном положении можно это делать можно нет тут главное чтобы отметить все вот такие положения здесь на этом шкиве на этом шкиве и на этом чтобы они соответствовали и на нижнем на коленвале чтобы выставить в каком положении вы сейчас снимаете ремень и точно в таком поставить на место все если вы ничего не двигаете потому что когда вы будете снимать ремень вот этот например шкив он немножко катнется назад но если у вас есть метка назад поставите можете даже посчитать сколько здесь ячеек на ремне а можете просто поставить метки и когда будете потом одевать чтобы села в те же самые метки она конечно плюс-минус будет отличаться потому что ремень немножко растянулся чуть-чуть но однако не на существенно поэтому вот сейчас где а где примыкает вот здесь допустим отсюда вот если отсюда сюда делать метку то можно ошибиться а если вы сделаете пару меток вот вот здесь вот наметите и здесь тоже вот здесь вот то что соответствует ну вы точно не ошибетесь и то же самое сделать на нижнем на коленвале делаем метки и так что я сделал я поставил метки на всех трех основных валах на распредвале на тнвд и на значит вот так вот если смотреть видите там есть такой наплыв вдали вот на этот на этот зуб собственно и все здесь не очень корректно так получилось но вот вот так эти два должны стоять напротив этих и чем я сделал обыкновенный у жены попросил белый лак для ногтей попробовал специальным корректором автомобильным это сделать но что-то не видно было а белый лак самое собственно все теперь у нас вы поймите что выставлять мертвые точки нужно если вы потом будете что-то регулировать если вы вас все устроила устраивала как было до этого и вы ничего не будете регулировать оставьте как есть просто по этим же меткам будете заводить новый ремень чтобы все новый ремень стал также как старый если увидите что что-то раздвинулась нужно его будет подвинуть и сделать как было если вас все устраивало ну собственно сейчас будем снимать уже ремень ну а как снимаем ремень отрываем на 14 на 13 у меня гайка на 13 натягивающий ролик откручиваем гайку упала гайка и надрываем и вытягиваем этот ролик если вы вытягиваете ролик то ремень освобождается и вы его смотрите сможете со всех мест потихонечку например кстати вот этот можем ролик тоже открутить он немножко будет попускать в принципе вот этот натяжка может мешать немножко вытаскивать роль ремень но если ее немножко заворачивать значит сам ролик натяжной в хорошем состоянии ну тут уже неважно хорошим не хорошим меняем все в том числе и помпу помпу тоже откручиваем откручиваем три болта и будем ее надрывать но должны помнить если вы меняете помпу то нужно сливать охлаждающую жидкость с этого и начнем но сначала снимаем ремень просто а как снимаем просто снимаем он освободился просто снимаем со всех остальных шестеренок и это уже теперь старый никому не нужный ремень просто стягиваем и смотрим не сбил у меня в данной ситуации ничего назад не пошло немножко пошел назад тнвд чуть-чуть ну буду ставить потяну его немножко и так как я и говорил я не снимал вот этот натягивающий поэтому его так немножко заводим выворачиваем и вытаскиваем ремень хорошем состоянии видимо был качественный возможно родной все в хорошем состоянии ролик натяжной без никаких шелестов и хрипов помпа в принципе не телепается подшипник помпы хороший этот хороший этот хороший и этот тоже хороший ну раз мы до него добрались меняем все но прежде чем сливать жидкость прежде чем снимать помпу откручиваем три болта хорошо вытираем промываем продуваем я возьму компрессор и хорошо выдую насколько возможно всю пыль середины да хотел сказать что прежде чем промывать и продавать мы вот здесь у нас на 13 болт в этом поразит нам на 13 гайка а здесь на 16 ключ тоже в ролике и болт вместе с роликом снимаем тоже все в хорошем состоянии но мы его меняем теперь у нас открылся доступ здесь нужно хорошо по прибирать будет течь охлаждающая жидкость поэтому чтобы не развозить грязь нужно все хорошо итак после продувки а сначала я все прочистил вот такой короткой щеткой повыковыривал из всех полостей в том числе вот здесь вот внизу из полости повыковыривал обратите внимание если у вас есть следы потеков или потение масла то вам нужно снимать этот шкив нужно будет открутить этот вал и ну это болт снять шестерен она легко снимается на шпонке и там есть сальник тогда вам нужно сальник менять но в моем случае тут все сухо все идеально пропотевание нет не буду менять сальник но если у вас есть пропотевание не не поленитесь он недорого стоит но потом снова все всем этим заниматься все теперь приступаем к извлечению шпилек получается что тут есть на болтах а вот есть шпильки две шпильки накручиваем две гайки затягиваем две гайки и откручиваем шпильки чтобы поставить новое ну и откручиваем здесь под ключ наверно на 10 болты 3 болта откручиваем и снимаем помпу да но и чуть не забыл я уже говорил об этом что можно слить охлаждающую жидкость тут есть такой краник поворачиваем его против часовой стрелки и потихонечку сливаем в тару а пока я чуть-чуть открыл можно пойти выпить кофе ну а пока сливается антифриз закручиваем две гайки на встречу подтягиваем друг к другу и обыкновенным крючком обратно и последно обыкновенно выкручиваем шпильку собственно 1 2 это шпилька с резьбой на 8 обкручивается с резьбой на 10 видите с большим шагом сюда ну и также откручиваем следующую шпильку ну а для того чтобы значит через спускное отверстие вылилось 2 литра антифриза дальше не льется в трубках держит его термостат значит сливаем открутил три винта на помпе и теперь ее нужно оторвать от места она там держится на резиночке ставим какую-то такую выколотку какую не жалко и бьем подрываем каким-то вот таким вот инструментом нежно пум-пум пум-пум расшатыванием пум-пум туда-сюда мне кажется что уже нет это только подшипник шатается чуть-чуть почему кувалдочкой кувалдочкой молотком нужно бить сильно кувалдочкой можно слегка такой хлесткий удар не хлестки а сильный из срывающие с места потихонечку расшатываем туда-сюда мне кажется что нужно потихонечку пошел потому что я вот что то его за корпус потихонечку с одной стороны потом в другую сторону нужно стукнуть потихонечку стараемся достать но будьте осторожны я вот уже немножко расшатал нельзя нельзя высунуть помпу потому что хлынет антифриз нужно по чуть-чуть откручивать ну и так потихонечку так я еще немножко монтировочка здесь вот поддел теперь он уже поддается но обратите внимание что не может льется жидкость а куда льется вот подставленная емкость поэтому нужно домкрат ставить не на края туда дальше под поддом вот она подлизывается и стекает не емкость как только прекратится сливаться тогда можно полностью снять помпу что же когда прекратилось течь то вынимаем нашу пумпу в принципе она не протекала но поменяли уже как бы на всякий случай потому что в следующий раз не хотелось бы сюда лезть по идее она в состоянии нормальном ну что же все теперь на что обращаем внимание с самого начала но потом когда мы поставим помпу нужно будет промыть антифриз но прежде чем ставить помпу новую на место очень важно вот это зеркало здесь будет стоять резиночка очень тщательно прочистить от любой кажущийся то что цепляется на нахоток должно быть идеально идеальная поверхность потому что резинка тут стоит обратите внимание резинка стоит на начиная вот этот зазор 3 миллиметра потом резинка поэтому начиная от зазора 3 миллиметра будет стоять резинка вот там вот видите уже некоторые кавернычки они как раз потемнение они как раз в том месте где стоит резиночка но здесь она него не выступает ну и ведете пальцем проверяете чтоб было по всей поверхности идеально хорошее зеркальце это из можно сделать там какими-то дополнительными скребочками но обратите внимание что ни в коем случае нельзя поверхность испортить поэтому очень нежно чем-то мягким пластиковым выцарапывайте те остатки может быть какой-то окалины которые остались на этом окне ну а потом поставим новую после того как решил вопрос с поверхностью все аккуратненько почухал чем-то убрал вот такую часть лезвия и потихонечку не царапая а ставим на поверхность потихонечку устранил все дефекты которые были ну и теперь там осталось немножко жидкости нужно смазать резиночку и ставим на место устанавливаем на место и закручиваем на болты собственно это все что нужно для того чтобы ставим как я попала по отверстие вставляется и болтами дотягивается единственное что постарайтесь болты не затягивать сразу а постепенно утягивать чтобы не не затянуть в одну какую-то сторону по кругу один когда уже начнете упираться по кругу прикручена собственно и все после того как я поставлю я теперь водичкой смою охлаждающую жидкость антифриз с нижней части потому что антифриз не плохо засыхает так липкая часть и останется а вода его смоет обратите внимание сейчас на вот тот вырез который попадает пас вот этот хвостик от натяжного ролика вот здесь вот он находится смотрите получается что этот хвостик попадает вот туда в пас ну и все сейчас мы просто наживляем и потом уже будем затягивать по мере натяжения ремня смотрите не установил еще вот эти два паразитных маленьких ролика но вот один сюда установится второй сюда они пока не нужны пока устанавливаем ремень причем смотрим чтобы все эти совпадали как она сейчас посмотрим здесь здесь все точно стоит если вот так если ровно точно смотреть никуда не сдвинулся и так потихонечку заводим ремень на место ставим шаг за шагом не торопимся это заводится сюда ну и потихонечку устанавливаем ремень я надеваю значит я устанавливаю на этот шкив на этот шкив на натяжной в отпущенном состоянии все еще болтается надеваю на нижний вал не до конца на вал коленвала не до конца и вот здесь натягиваю здесь можно натянуть на натяжной и потом вот этим вот этот ролик можно крутить как угодно потому что это помпа и вот и и туда здесь самую в самую последнюю очередь вот так ее завожу вот так вот беру и здесь чик и вот так вот раз не знаю сейчас еще раз выведу смотрите вот он выведенный я завожу вот туда за этот натяжной но обводной ролик и потом попадаю сюда в зацепление и аккуратненько уже завожу теперь поправляю дотягиваю до конца и поправляю доталкиваю ремень до конца таким образом он становится полностью на на место все это я так ставлю когда у меня еще нет паразитных роликов которые натянут и смотрю смотрите вот здесь все точно вот здесь все точно совпадает вот здесь на треть зуба сейчас я возьму и прокручу прокручу посмотрим куда все станет значит смотрите я поставил все прикрутил и просто наживил все паразитные ролики натягивающие ролики и вот у меня получилась такая ситуация значит здесь видим стоит напротив здесь видим стоит напротив но как видим но на один миллиметр получается не на один зуб она вот миллиметр сдвинулся по часовой стрелке почему стал короче немножко ремень и вот он немножко в эту сторону пошел здесь все стоит видно или нет тут напротив конкретно ровно конкретно вот если так смотреть на него сдвинуть какой на один зуб невозможно иначе будет уход на одну поэтому установлена правильно сейчас затягиваем по книжке по затяжке около 17-18 ньютонов ну теперь собираем обратные последовательности ну и конечно все чистим вот тут у меня вот эти вот защиты нужно хорошо помыть почистить и поставить раз уж мы его разобрали чтобы все было красиво это эту штуку я уже могу вытаскивать ну как то вот так дальше просто в обратной последовательности собираем никаких нюансов ну конечно нужно будет потом назад залить жидкость охлаждающую и все повторяйте все несложно и так как я уже говорил мы затягиваем я сначала до 18 килограмм затягиваю и и затем вот этот затягиваю там здесь 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 ролик вот этот сначала не затягиваем но потом когда начнем затягивать то совместятся риски вот это риск риска сверху она съедет вниз и должна совпасть вот с вот этим пазиком на корпусе вот этим пазиком поедет вниз и совместится как это сделать обыкновенным вот здесь вот есть два отверстия куда вставляем кусачки или инструмент для снятия стопорных колец вставляем сюда когда мы проворачиваем она сама туда сдвинется вот этот паз он туда сдвинется и уже когда он туда сдвинется аж до того до той метки тогда нужно будет затянуть сначала допустим на так вот сдвигаем опа опа вот так например сейчас они соединились эти метки видите теперь даже немножко дальше этот пыптык напротив прорези ну и все и когда он уже теперь напротив прорези необходимо тоже дотянуть условно там сначала до 18 а со временем дотягиваю до 18 потом проворачиваю на два оборота двигатель и после уже этого если все точно также ничего не поменялось метки совпадают там 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 после двух оборотов тогда уже затягиваю до 23 килограмм до 23 ньютона в метр у меня механический есть на гайке динамометрический ключ до 23 ньютонов метров ну сейчас я еще раз проверю немножко подтянул что тут у нас чуть-чуть вернуть надо видите проскочила на пол на половинку здесь немножко дальше зашло сейчас чуть-чуть верну натяжку и буду проворачивать на два оборота двигатель ну а проворачиваем как обычно ключом на 19 здесь с помощью трещоточки тык-тык-тык ну или если есть такая сильно длинная чтобы аж из-за колеса оборачивать и так я дотягиваю второй круг ставлю метку верхнюю напротив наплыва ну не метку а именно тут ту метку которую я себе нарисовал вот она там метка напротив того наплыва смотрим чем у нас тут закончились здесь метки метки напротив меток здесь метки напротив меток как бы все отлично ничего не сдвинулось ну и теперь проверяю проверяю дотягиваю до 23 ньютонов метр здесь здесь до 23 этот паз напротив выреза и теперь в общем то все собираю в обратной последовательности я защиту помыл помыл очень просто брызнул бензинчиком щеточкой разогнал грязь и потом тряпочкой вытер смотрите какая ситуация даже кто-то черкал по какой причине возможно тут сильно вырвано немного может быть даже сейчас посмотрю может быть немножко ударенный по какой причине она вал чиркал наверняка это было посторонний шум ну и теперь будем ставить на место защиту и собирать в обратной последовательности по ходу сборки обнаружилась проблема с вот этими болтами зак для закручивания крышки если обратите внимание тут у меня и говорил что нет болта но нет болта потому что отломался видимо затягивали отломался кусочек кстати вот он там внизу лежал вот он кусочек этого корпуса его на место уже ставить не будем но закрутить то надо и поэтому что мы можем сделать резьба здесь у нас на 6 вот я подобрал метчик на 6 что нужно сделать немножко углубиться здесь наплыв длинный для резьбы но резьба до половины только нарезана этого наплыва сейчас я немного углублю подобрал сверло сверло на 5 оно тут нормально входит допустим в резьбу просверлю еще на сантиметр и нарежу на 6 резьбу глубже чтобы можно было вернуть сюда все таки болт и затянуть болт и затянуть крышку иначе она ну как бы это не принципиально конечно итак сверлом на 5 я высверлил еще приблизительно сантиметра полтора и теперь метчиком нарежу резьбу дальше сколько возможно чтобы более длинным болтом уже можно было закрыл тряпочкой специально поэтому не очень хорошо видно ну чтобы на ремень ничего не попало поэтому как-то я сразу этот вопрос не не решил а теперь нужно защищать чтобы стружка на ремень не попадал потом ее можно выйдут но может что-то остаться ну и с помощью метчика нарезаем резьбу насколько это возможно сейчас я одно плечо метчика откручу тут неудобно и нарезаем резьбу на 6 а потом уже теперь с резьбой более длинной будем закручивать более подберу более длинный болт для того чтобы можно было все таки и эту сторону крышки закрутить значит при установке ремня обратите внимание на правильное расположение дело в том что я при разборке взял и зарисовал как оно было ну и подумал что это я вам потом покажу при сборке чтобы вдруг кто забыл мог посмотреть но а сам на него не посмотрел и два раза неправильно заправлял думаю что такое слишком длинный ремень еще раз вот это правильное расположение валов ремня относительно валов и тогда все сходится у меня вместе комплектация с кондиционером поэтому ремень 1660 если без кондиционера длина ремня 960 я купил фирмы дайко ну и теперь также как и снимали будем одевать я уже все завел кроме шкива коленвала сейчас его поставлю и буду затягивать